Все аспекты грибной жизни интересуются целиком. Вопрос такой, как вообще удалось получить такие знания в миологии, по грибам, просто увлекаясь этим? Нет, собирая грибы в детстве, естественно, как бы этот возраст пришло, что стало интересно уже глубже в эту область вторгнуться. Ну, насчет знаний, я думаю, что это весьма спорно, потому что в грибах разобраться довольно непросто, как бы в любом, даже с теми же подберезовиками, всем известными, податиновиками, как бы бывает. Очень много сомнений, вопросов, то есть тут можно только теоретически что-то понимать, а на самом деле можно во многом ошибаться. Просто это интересно, поэтому стараюсь узнавать как можно больше. То есть это вот увлечение всей жизни, можно сказать? Ну, на данный момент я думаю, да. Стас, а пару слов о выставке, можно? В принципе, это второе мероприятие общества, которое организует именно фанктиво-мирское микологическое общество. Первая выставка была выставка фотографий наших коллег-грибников. Это вот совместными усилиями с микологами и с грибниками-любителями проходит выставка живых грибов. Наверное, самое большое пока наше мероприятие. Ну, думаю, что оно многим может быть интересно, потому что здесь представлено порядка 200-250 видов грибов, которые в настоящий момент можно найти в лесах Ленинградской области. А сколько будет продолжаться выставка? Выставка будет продолжаться в 5 дней с 2-го до 6-го октября. То есть, соответственно, грибы будут какие-то появляться новые, исчезать старые, потому что они пользуются, то есть продукт недолговечный. То есть в любой день, я думаю, будет интересно, потому что что-то новое, что там будет повезти. Спасибо большое, Стас. Спасибо. Спасибо.